У себя в компании мы все-таки приняли решение о том, что мы реализуем стратегию экологического развития довольно комплексной и начинаем свои экологические идеи не только с пластика и тому подобное. Мы очень много внимания уделяем своим внутренним процессам. Мы считаем, что прежде чем делать какие-то экологические акции и работать с покупателями, необходимо как можно больше снизить свое воздействие на окружающую среду. Так как мы являемся в том числе и производителями товаров, непосредственно в наших гипермаркетах производится огромное количество продукции и упаковывается там же, то мы большое внимание уделяем именно этому вопросу. Например, мы внимательно смотрим за энергоэффективностью наших процессов, сортируем свои отходы. Сейчас примерно 70% наших отходов от гипермаркета идет на переработку. Конечно, нам хотелось бы больше, но в настоящий момент часто это невозможно по тем причинам, что есть некоторые санитарные ограничения, которые не позволяют нам отсортировать или помыть какое-то вторсырье и сдать его на переработку. Если мы говорим про наших покупателей и очень любят всю тему пластика, то безусловно мы пытаемся сейчас внедрить какие-то экологические инициативы, которые считаем приемлемыми. Например, мы запустили в нашем отделе овощей и фруктов, тестовые разместили фруктовки вместо, я бы сказала даже не вместо, а как дополнительные альтернативы для упаковки фруктов и овощей. На нашем фудкорте мы запаковываем еду, например, без пластика в бумажный конверт или в нашем отделе мяса, рыбы и сыра можно запаковать товар в бумажную упаковку. Очень красивая пергаментная бумага, но, на мой взгляд, она даже выглядит более эстетично, чем положить это на подложку из черного полистирола и ее приятнее унести домой. К сожалению, должна огорчить всех, что все равно покупатель просит дать пакет, даже если ему завернули в бумагу, он просит, дайте мне, пожалуйста, еще пакетик, чтобы мне там не пахло рыбой. Понятное дело, что если он просит, то ему, естественно, дают этот пакет, потому что по законодательству мы обязаны дать покупателю товар именно упакованный. Вообще, с чем чаще ходят покупатели в магазине? Берут, покупают пакет на кассе или все будет со своими овощами? Учитывая, что вы гипермаркет, ладно, за большими закупками. Да, учитывая, что мы гипермаркет, я часто, ну, просто сама реально стою, смотрю, приходят ли люди со своими сумками или покупают у нас. Наверное, в 80% случаев люди приходят со своими сумками. Почему это сейчас еще стало очень популярно в гипермаркете? Потому что у нас есть система Scan&Go. Это значит, покупатель может самостоятельно отсканировать товары в торговом зале, сразу и сложить в сумку, не проводить вот это вот сканирование на кассе, а просто подойти к определенному аппарату, считать это и уйти домой уже с наполненной сумкой. Поэтому у него даже нет возможности в этот момент нигде взять пакет. Как альтернатива у нас присутствует, но обычно он лежит где-то в самом низу, в самом невидимом, на нижней полочке, а сверху обычно лежат многоразовые сумки, которые уж лучше пускай он возьмет многоразовые, в следующий раз не придет. И сначала не заметит тот пакет, который действительно одноразовый. Ну, хотя многие говорят, что они потом используют их для вывеса мусора. Ну, тут тоже, наверное, можно понять людей, что если они хотя бы повторно используют, это уже какой-то плюс. А вот что касается логистики, сейчас очень популярная штука, вот, я уверен, что в нашей конференции видел в списке тоже так называемый, то есть многоразовые тары для доставки, что-то подобное у вас используют? Сейчас свои поддоны мы тоже обменим своим логистическим центром. Мы пока не взаимодействуем с такими компаниями, как вот сегодня были представлены на нашей сессии, но у нас есть свои такие обменные поддоны, которые у нас складируются отдельно в зоне склада сначала в гипермаркете и затем точно так же уже от НОРЦ и являются нашими обменными поддонами. Да, мы ушли от этой... А для сети это выгоднее? Безусловно, это выгоднее и с точки зрения экономической, и с точки зрения экологической, потому что раньше нужно было все время придумать, куда деть эти поддоны, обороты деревянной тары и куда это сдать на переработку совершенно в России не существует. И когда у нас появилась эта система оборотного именно поддона, у нас эта проблема исчезла.